Приветствую друзья, вы на канале 4 лапы. Несмотря на то, что кошки являются самодостаточными существами, они умеют показывать человеку свою любовь и привязанность. Создайте для животного комфортные условия, подарите ему немного тепла и ласки и спустя какое-то время вы увидите, как ваш любимец выражает вам свою благодарность. Друзья, а пока мы не начали, поставьте на паузу и подпишитесь на наш канал. Нам будет очень приятно увидеть новых подписчиков. Спасибо! Укладывается на вашу одежду. Это говорит о том, что питомцам нравится ваш запах. Не думайте, что котик над вами издевается, особенно, когда на диване полно свободного места, а он располагается именно на вашей кофте или пиджаке и шерсть на вещах оставит, да побольше. Кошки и собаки, отдыхая на хозяйской одежде, чувствуют себя спокойнее, ведь рядом с вами они в безопасности. Мурлыканье и урчание. Одним из наиболее заметных проявлений кошачьего дружелюбия является мурлыканье. Так эти животные отвечают на ласку, приветствуют своего хозяина и высказывают собственное удовольствие происходящим. Считается, что чем громче мурлычет кот, тем сильнее он хочет выразить свои чувства. Но самым сильным признаком проявления любви является глубокий и низкий гул, который будто бы звучит по всему телу питомца. Привычка лизать хозяина. Многие исследования показывают, что кошка на самом деле видит в своем владельце члена семьи, то есть воспринимает его как большую кошку. Именно с этим связана привычка питомца постоянно вылизывать своего человека. Для животных это один из способов показать любовь. Посиделки вместе. Каждое животное, живущее в доме, должно иметь свое место для отдыха и сна. Но зачастую питомец просто нуждается в человеческой ласке и готов даже лежать долгое время в неудобной позе, лишь бы быть поближе к своему хозяину. Поэтому, если животное постоянно находится у ног хозяина, на кровати или пытается залезть на колени, где бы человек не присел, то это очередной способ проявления любви и ласки. Большую часть своего дня кошки тратят на сон, и именно в этот момент становятся уязвимыми. Если же кот уснул в ногах хозяина, то это означает, что он всецело доверяет ему и уверен, что ему ничего во время сна не будет угрожать. Легкие покусывания. Если ваш кот любитель что-то погрызть, то он может выразить свою любовь легким покусыванием. Отличить любовный кусь от злобного укуса легко. От любви кот кусается совсем легонько, настолько, что боли совсем нет и лишь легкое щекотание. А вот злобный укус ни с чем не спутаешь. Больно, обидно, досадно и возможно даже до крови. Радостная встреча. Если питомец выбегает вас встречать, когда вы приходите домой, сомнений быть не может. Он скучал и очень рад вашему возвращению. Счастливый питомец может радостно тереться, бодаться, выгибать спинку, прося ласки, а потом будет ходить по пятам, привлекая к себе внимание мяуканьем, будто бы опасаясь, что хозяин снова уйдет. Подрагивание хвоста. По движению хвоста можно с легкостью определить, какие эмоции испытывает животное в тот или иной момент. Например, когда кот раздражен, хвост нервно дергается из стороны в сторону. Если испуган или взволнован, хвост стоит трубой, распушается и слегка подергивается. А вот если котик слегка дергает кончиком хвоста в присутствии хозяина, то нет сомнений, что он любит этого человека. Обмен взглядами. Зрительный контакт играет немаловажную роль. Как понять, что кошка тебя действительно любит? При помощи простого взгляда. Многим, наверное, известно, что животные не любят, когда на них долго смотрят. Они могут воспринять это как признак агрессии. Если же кот полностью доверяет своему хозяину, то взгляд будет непродолжительным, с периодическим морганием. Это можно считать своеобразным поцелуем от кошки. Трется головой. Кошки метят свою территорию с помощью пахучих желез на щеках и голове. Поэтому, когда они трутся головой или подбородком у человека, то хотят сказать, что принимают его за своего. Приносят игрушку и добычу. Кошка принесла вам птичку или мышь? Не кричите в ужасе. Гордитесь, она решила поделиться добычей. Таким образом, питомец показывает вам свою привязанность. Дорогие друзья, на этом все. Поставьте лайк под этим видео, а также не забудьте оставить комментарий. Нам будет интересно почитать, и это очень поможет развитию канала. Всем спасибо и до встречи.